Всем привет! Вы на канале Тихая Охота. По просьбе одного из подписчиков я решил сделать видео про землисто-серую рядовку и серую рядовку. Поюзав немножко в интернете, посмотрев чужие видеоролики на YouTube, я понял, что многие люди эти два вида рядовок путают между собой. Хотя они оба съедобные, и серая рядовка, и землисто-серая рядовка. Но хотелось бы немного внести ясность в этот момент. Тем более, что среди серых рядовок есть еще и два ядовитых вида. Это рядовка заостренная и рядовка тигровая. Поэтому, если вы совсем уж слабо знаете серые рядовки, то лучше совсем маленькие грибочки и не собирать. У рядовки заостренной имеется на шляпке ярко выраженный бугорок. И у нее жгучий вкус. У тигровой рядовки крупные чешуйки. Она сама по себе более крупная, чем рядовка землисто-серая. Под стать серой рядовки. Но с ней они очень сильно отличаются. Начнем с землисто-серой рядовки. Шляпка у нее достигает иногда 9 сантиметров в диаметре. А ножка в диаметре до 2 сантиметров. В длину иногда и до 10. Сама по себе рядовка землисто-серая на ощупь шелковистая. От светло-серого до темно-серого цветов. Старые грибы часто желтеют. На шляпке имеется слабовыраженный бугорок. Иногда этот бугорок практически не видно. На шляпке имеются мелкие чешуйки. Они очень маленькие, в отличие от тигровой рядовки. Растет в еловых, сосновых или смешанных с ними лесах. По опыту могу сказать, что растет она до самых морозов. Иногда мне приходилось ее собирать даже из-под снега. Хотя я знаю, что в Крыму и на Кавказе его собирают даже в январе, феврале, а иногда и до мая. Гриб этот, хоть на вид и невзрачный, но на вкус очень даже приятный. Иногда, в засушливые осенние месяцы, когда нет других грибов, этот гриб идет в рост и может спасти любого грибника, потому что он пригоден для любых видов кулинарной обработки. Мякоть у этого гриба хрупкая, поэтому я бы не советовал вам собирать его в пакет. Запаситесь ведром или корзинкой. Этот гриб я всегда встречаю огромными семьями. Хоть этот гриб и растет в одних и тех же лесах, как и серая рядовка, но мне он вместе с серой рядовкой почему-то никогда не попадается. Называют этот гриб по-разному. Рядовка напочвенная, рядовка землисто-серая, мышата. Растет этот гриб, в отличие от серой рядовки, подымаясь над почвой, поэтому его очень легко искать и собирать. Напротив, рядовка серая. С этим грибом рядовка землисто-серая совершенно не похожа. У них нет ничего общего, кроме цвета и мест произрастания. У серой рядовки шляпка достигает 15 сантиметров, ножка в толщине до 2,5 и в длину до 10 сантиметров, с чем я бы поспорил, потому что мне попадались и более мощные грибы. Шляпка у серой рядовки от светло-серого до темно-серого оттенка. Иногда присутствуют зеленоватые или желтоватые оттенки в цвете шляпки. На поверхности шляпки слабовыраженный бугорок и длинные штрихи по всей поверхности шляпки. За что и получил этот гриб еще одно свое название. Рядовка штриховатая. По центру шляпка темнее, чем с краю. Края волнистые. Шляпка очень часто неровная, несимметричная. Поверхность шляпки гладкая. Шляпка имеет пластинчатое строение, как и у всех рядовок. Пластинки белые и с возрастом слегка желтеют. Часто у молодых рядовок серых ножка бывает в диаметре толще, чем шляпка. Растут они, как белые грибы, глубоко в земле, поэтому при сборе их желательно выкручивать. У рядовки серой много названий. Рядовка серая, серушка, песочник, подзеленка, подсосновник. У этого гриба приятный сладковатый вкус. И он годится для всех видов кулинарной обработки. Перед приготовлением с его шляпки советуют снимать кожицу, что я обычно никогда не делаю. Растет этот гриб большими семьями в сосновых лесах под соснами. И часто попадается мне вместе с зеленушкой. Это рядовка зеленая. Растет этот гриб до самых морозов, часто переживая небольшие заморозки до минус пяти. А на западе к серым рядовкам прижилось еще одно красивое название. Пепельный рыцарь. Всем удачной тихой охоты. Пока.